Вы только посмотрите, что я нашёл, ребята. Стоило мне выйти на улицу и уже какой-то подарочек. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителей номер 13. И, если честно, я эту книжку ещё даже не открывал, но, естественно, ребята, каждое утро я включаю камеру и сделал это прямо сейчас. Давайте прочтём, ребята, и у нас тут написано следующее. Привет, мы с Нубом, Читером и Богом решили сыграть с тобой в прятки. Что? О, найди то, что мы спрятали и получишь подарки. Это даже рифмуется немного. Слушайте, офигеть, ты серьёзно? Ну, про Читербок снова пришли в мою деревню и решили теперь сыграть со мной в прятки. Вы же любите прятки, ребята? Вот, немного, знаете, в другой оболочке. Давайте я тогда зайду домой, ребята, нужно взять с собой всё самое необходимое, то есть это все инструменты, ребята. На всякий случай золотое яблоко, алмазы тоже мне вдруг понадобятся, ребята. Это, короче, возьму всё то, что плохо лежало в доме. И давайте, наверное, ребята, начнём. Так, в принципе, книжечку я на всякий случай с собой всё ещё, ребята, возьму. И посмотрите-ка, я вижу эти блоки, их тут раньше не было. Мне кажется, ребята, это должно меня куда-то допривести. Так, здесь вот так вот идёт, немножечко путаница какая-то, расход пути, ребята. Так, вот тут идёт, ребята. Так, тут нету, значит, нам точно сюда, ребята. Так, опа, пошёл-пошёл поворот вот сюда. Вот здесь ещё земля, ребята. Вот здесь я её вижу. Так, отлично. И мы приходим к какой-то, ребята, берёзе, где, посмотрите, всё это как бы спрятано за сухими кустами. Кажется, ребята, я догадываюсь, какие-то из этих деревьев. Так, не это. Садим его обратно. Значит, да, вот это. Давайте посмотрим, что тут Нубчик приготовил, ребята. Потому что это логично. А, диван. Ладно, ребята, знаете, какой там популярный меми. Естественно, это никакой не диван, это просто какие-то табуретки установлены. Здесь, ребята, вот такое вот уютное спальное местечко выглядит, на самом деле, прикольно. А это что? Душевая кабина, как я понимаю. В сундучках, ребята, у нас, конечно же, Нубские всякие принадлежности. Слушайте, на самом деле, я могу взять отсюда броню. В принципе, почему бы и нет, учитывая, что у меня её вообще, ребята, нет. Это будет не лишним. Так, ещё всякие инструменты. Еда, ребята, опять ядовитый картофель. Я, кстати, всегда удивлялся, ребята, как из ядовитого картофеля он может приготовить печёный. Так, здесь у нас, да, ребята, всё-таки это был душ, понятно всё. И что у нас здесь, ребята? Всё пусто, ладно. Здесь у нас какой-то спуск. О, ё-моё, ребята, лучше бы я вам этого не показывал. Так, в печках, в принципе, как я понимаю, ничего интересного не спрятано, ребята. И, ну, слушайте, такое себе, конечно, но от чего можно было ещё отжидать от моего друга Нубчика, ребята. Так, давайте отсюда поднимаемся. И, кстати, знаете, что я только что понял? Судя по всему, эту книгу писал профессионал, потому что, смотрите, он написал «Мы с Нубом, Читером и Богом». Про профессионала здесь ничего не сказано, поэтому, похоже, ребята, создавал эту книгу именно он. Давайте теперь пробежимся по деревне и найдём следующие подсказки, ребята, для того, чтобы найти клад непосредственно профессионала, ребята. Опа, это, это чё такое? Ты кто такой? Что написано? Защитник? Защитник чего? Ё-о-о! Нифига себе он мощный! А ну-ка, пошёл вон! Так, ну давайте, попадаю, 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 слушайте. О, всё! Он, на самом деле, очень сильно отбрасывает, ребята, но урон у него минимальный. Самое интересное, что этот голем был возле колодца. Значит, ребята, это и есть подсказка. Возможно, в колодце что-то, но я здесь ничего такого, ребята, не вижу. Так, давайте-ка поднимемся с вами немножечко повыше. Так-так-так, осмотрю. Да, опять защитник заспавнился! Реально профессионал создавал это, но благо, ребята, он выносится очень-очень-очень быстро. Так, всё, пошёл вон, ребята, давайте быстро тут всё осмотрим, для того, чтобы этот защитник нас просто-напросто не затыкал до смерти. О, я нашёл, ребята, посмотрите! Реально профессионально спрятано. Так, а в сундуке у нас? Да, ребята, тут уже, конечно, видно, что это действительно создавал профессионал. Очень много разнообразных штук, ребята. Разные саженцы. Давайте я это всё возьму с собой. Броня, ребята, та самая броня профессионала. Возьмём это тоже с собой, давайте отсюда отходить потихоньку, потому что, ребята, сейчас опять заспавнится этот недозащитник. Слушайте, но броня это, конечно, ребята, офигенная. Я её как-то растестировал, и вот я вам сейчас просто ещё раз покажу для тех, кто по каким-то причинам не смотрел мои прошлые ролики. Хотя надо бы, ребята, надо бы посмотреть. Офигеть! Кажется, ребята, я нашёл бога! Офигеть! Это как вообще можно было так повестить это? Посмотрите, огромная, ребята, целая автономная деревня в облаках. Офигеть, конечно. Я обязательно туда поднимусь, ребята, но пока что я тестирую броню. Но, блин, нападение, оно, конечно, реагирует, ребята, слабо, но... О! Голем окунулся! Понятно. Но на урон, ребята, поверьте мне, всё будет офигенно. На голема жалко, вон там утонул, ребята, но пускай там и сидит. Остался, ребята, третий персонаж, ну и, конечно же, четвёртый. Но тайна для меня расположения клада читера, ребята. Давайте прямо сейчас будем его искать, но для начала, знаете, я бы взял ещё с собой все офигенные инструменты. Почему бы и нет? Зачем мне железные, когда есть настоящие инструменты профессионала? Давайте пробежимся по деревне, скушаем, на всякий случай, золотое яблочко и осмотрим абсолютно все домики на предмет, ребята, каких-либо подсказок. Так, опа, 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 здесь ничего у нас нет, ребята. Так, броню нубчика, я думаю, можно выбросить. Оно мне уже, в принципе, не понадобится. Так, ой, подождите, тут сейф какой-то стоит и компас. Стоп, это может быть кто-то из жителей? Слушай, житель, это не твой компас? Нет, не мой, с чего ты взял? Жители не хранят компас и пиксель. Ты чего? Да, прости, что-то я не подумал. Значит, ребята, нужно идти по красной стрелочке внизу. Вот видите, вот там у меня в пятом слоте компас. Я бегу ровно по стрелочке, ребята. Так, 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 чешем, так сказать. Опа, 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 бежим, бежим, бежим. Слушайте, на самом деле это очень интересная штука. Я никогда не был связан с компасом, ребята, во время испытаний, ну, про Читербога. Так, я подбегаю уже, ребята, подбегаю. И подождите, серьёзно? Посмотрите, меня компас привёл, ребята, к бедроку. Вот, вот тут он начинает путаться, ребята, потому что я стою на точке, которая мне необходима. Так, окей, хорошо, что я взял, ребята, все инструменты. Давайте тут всё это дело обкапываем. И, слушайте, а как я должен сломать бедрок? Может, его как-то обойти можно? Нет, это просто-напросто бедроковая коробка какая-то. О, обсидиан, я понял, ребята. Так, отлично, сейчас мы быстренько, ребята, сломаем обсидианчик. Так, опа, 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 отлично, спрыгиваем. И что у нас здесь, ребята? А здесь действительно какая-то читерская система. Посмотрите, очень много непонятных для меня механизмов. Изумрудный блок, алмазный блок. Так, нажимаем. О, не понял. Ребят, это вообще законно? Изумрудный блок, отлично. А здесь почему-то не подписано. Здесь выпадает лаки-блок. Слушайте, а это можно, это можно бесконечно делать. Так, не-не-не, ребята, я это положу ему в систему. Мне это не нужно. Мне чужого, как говорится, не надо. Но, поверьте мне на слово, это можно использовать действительно бесконечно. Что у нас тут еще есть, ребята? В принципе, ничего такого сверхъестественного. Видимо, это система, которая питает эту систему выдачи ресурсов. То есть тут вентиляторы, которые, судя по всему, когда, знаете, как видеокарта в компьютере, когда она сильно нагревается, включается дополнительный, ребята, кулер для того, чтобы срочно охладить систему. Судя по всему, эта штука работает ровно так же. Давайте возьму парочку лаки-блоков, ребята, это единственное, что я выхвачу отсюда. И давайте подниматься отсюда. Так, опа. И, конечно же, ребята, возвращаем на место обсидиан, чтобы никто, ребята, не нашел место прятки читера. Так, и давайте тут все это дело зароем, ребята, потому что компас, как вы понимаете, есть только у меня. Если это найдет какой-нибудь, ребята, я не знаю, грифер, то, поверьте, это, ребята, будет плохо всей деревне жителей. Так, спрятал я, конечно, это кривовато, ребята, но как смог. И давайте попробуем открыть сейчас лаки-блок. Открываем первый, выпадает ТНТ-шка, ребята. И во втором... О, какой-то чувак выпал. А ну-ка, давайте, ребята, проверим, кто же круче, Боб или я. Боб, если вы не знаете, это самый крутой и сильный моб, который может выпасть из лаки-блоков. Прямо сейчас опуститесь в комментариях и сделайте ваши ставки. Кто же победит, я или Боб? А я тем временем нападаю на него. Получай, получай, получай. Слушайте, на самом деле он достаточно сильный, но урон он как такового мне не наносит. Так, давай, давай, давай. О, отлично, ребята, и мне выпала огнеупорность 1, взрывоустойчивость 1, защита от саряда 4, шипы 3, прочность 3. Броня, конечно, офигенная, но, ребята, отнюдь не круче моей. Осталось самое сложное, как мне кажется. Ух, ё-моё. Для начала разобраться с этими мобами, ребята, которые непонятно откуда здесь взялись. А ну пошли нафиг отсюда. Откуда они взялись? Как мне кажется, ребята, это я что-то когда выдавал, произошла какая-то смена чего-то. Вообще, дневное время суток зомби ещё и не горят. А ну пошли вон отсюда. Короче, ребята, мне нужно срочно подниматься к богу. Это вот туда, не знаю, как я сейчас это буду делать, ребята, но путь будет мне близкий. Ещё немножко, давай, давай, давай. О, отлично, ребята, я поднялся. Вы не представляете, чего мне это стоило. Мне пришлось купить у жителя около пяти, если даже не шести стаков земли. Мне пришлось отдать стак вот таких саженцев, ребята. Ну и напишите в комментариях, что из-за моего инвентаря пропало ещё. Тест на внимательность, так сказать. Самое главное, что я здесь, ребята. Да, здесь на самом деле не очень удобно передвигаться, но специально для этого здесь созданы вот такие дорожки. Офигеть, конечно, я в шоке. Давайте тут всё быстренько осмотрим, ребята. Всё это выглядит просто офигенно. Посмотрите, какая-то целая библиотека в этой деревне. Да, моя земля слишком сильно портит вид этой красоты, ребята, но я потом обязательно за собой всё уберу. Здесь, ребята, кузница, которая тоже видоизменена. Всё в божественном стиле, ребята. Грядки, церквушка. Блин, как же это круто. Интересно, здесь есть какой-нибудь сундучок, который об меня скрывал бог, ребята. Хотя, знаете, после такого, ребята, это действительно грех. Как бы это сейчас странно ни звучало, требовать, ребята, у бога чего-то подобного. Хотя сундуки здесь полностью видоизменены. Вы обратите своё внимание. Так, может быть, где-то будет какой-нибудь лутецкий? Ну, просто мне интересно. Нет, ребята, к сожалению или к счастью, тут пусто. Давайте сбегаем в ту часть деревни. То есть вот туда, так, домик мэра. Ё-моё! Даже кроватки, посмотрите, они полностью облачные. Какие они мягкие! Жесть, ребята, я как любитель поспать такую кровать бы купил себе, наверное, за любые деньги вообще. Это очень удобно. Эти домики, ребята, также обладают таким же сундучком, как и все остальные. Но здесь нет ничего, ребята, из ресурсов. Хотя, с другой стороны, подождите, а зачем вообще это нужно богу? Если он может, ребята, в любой момент выдать себе абсолютно всё, что угодно. Колодец, ребята, да, он, к сожалению, не ведёт вниз. Было бы круто, если бы это был такой, знаете, портал между измерениями. Обычной деревней и деревней бога. Так, ничего, ребята, не ломаем, ставим это обратно. И это, конечно, выглядит круто. Слушайте, знаете, что я сейчас хочу попробовать, ребята? Я хочу попробовать в этой офигенной броне, вот этой вот кулбутс, сейчас просто-напросто спрыгнуть с этой высоты, ребята. Я, вроде как, тестировал эту броню, но, слушайте, давайте попробуем. Так, давайте-ка, прицел, погнали! Может, я в воду даже догонюсь? А ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай! Походу, разобьюсь, ребята. Да, к сожалению, я разбился, но, в принципе, ничего страшного. Я также безопасно возродился. И здесь я, наверное, буду заканчивать свой ролик, ребята. Обязательно, если досмотрели до этого момента, по традиции, рубрики, ну, про читербок, напишите в комментариях, какая прятка, какой сюрприз от этих персонажей вам понравился больше. Возможно, вам понравился Нуб, потому что у него всё слишком уютно и минимально. Возможно, Бог, потому что он построил вот это, ребята. Целую небесную деревню над моей. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а также ставьте лайк. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята, и пока-пока-пока!